Здравствуйте! Вы на канале школа доктора Скачко. А я доктор Скачко. Врач, фитотерапевт, диетолог. Сегодня решил написать на мой взгляд очень интересное видео. А именно, как не заболеть гриппом. Как не заболеть простудой. Осенью, зимой, весной, летом. В разные периоды года есть возможность заболеть либо простудой, либо гриппом. И очень важный элемент в этом вопросе. Ведь инфекции передаются воздушно-капельным путем. Иными словами попадают через органы дыхания. Вот как правильно дышать, чтобы не заболеть в любое время года? Вирусной либо бактериальной инфекцией вы узнаете в этом видео. Одна из более 50 книг, опубликованных мною, относятся к этой теме. А именно, как заниматься профилактикой, лечением и как вылечиться без осложнений. В этом видео вы узнаете часть вопроса, очень важную. Как не заболеть? Когда заболели, там будут совершенно другие рекомендации. А тут смотрите видео дальше. Я думаю, полезную информацию для себя вы получите. Есть заблуждение, что источником вирусной инфекции под названием грипп для человека является больной человек. Это далеко не всегда так. Есть птичий грипп. И больная птица может заразить опасной вирусной инфекцией человека. Есть свиной грипп. Он тоже опасен для человека. Гриппом могут заразить вас любимые кошки и собаки. Если они выходят на улицу, контактируют с окружающей средой, они могут также заразиться гриппом. И заразить вас. Даже кит может вас заразить. В случае, если вы встретите больного кита и будете с ним в достаточно близком контакте. Поэтому правило номер один в профилактике, в предупреждении заболевания гриппом защита расстоянием. Иными словами, от источника инфекции вы должны находиться на расстоянии где-то 5-6 метров, а может быть и более. Поэтому, если вы видите, что идет или где-то в компании чихает, кашляет кто-то, постарайтесь удалиться дальше. Если вам нужна большая защита. Если вы знаете, что в вашем населенном пункте или в вашей стране вспышка вирусной инфекции, самая надежная защита переехать в тот регион на планете Земля, где эта вирусная инфекция сейчас не активна. И в данном случае, если грипп в вашем городе, вы уехали куда-то подальше и гриппом вы не заболеете. Можно не так экстремально отнестись к этой ситуации. Вы можете ограничить свои контакты, ведя более домашний образ жизни. В этом случае количество контактов с людьми у вас ограничено. и соответственно вероятность заболевания гриппом также снижается практически к нулю. Но! Это не самые простые способы защиты. А вот какие способы менее затратные, вы узнаете прямо сейчас. Учитывая, что основной, но не единственный путь передачи инфекции при гриппе воздушно-капельный, а стопроцентной защиты в органах дыхания от вирусов гриппа не существует. Важное значение приобретает уменьшение количества вирусов, которые могут попасть на слизистую. С малым количеством иммунная система хорошая может справиться самостоятельно, без развития инфекционного процесса. Вирусы просто будут нейтрализованы. Но! Если вирусов попадает больше, и они начинают развиваться в клетках вашего организма, скорость развития инфекции, ее опасность, вероятность развития осложнений зависит от того, с какого количества вирусов стартует инфекция. Каждый вирус, попадая в клетку, где он может размножаться, заходит в ядро и перестраивает работу клетки на выработку своих детей, себе подобных. В итоге заходит в клетку один вирус, выходит сотни. Сотни вирусов попадают в новые клетки, и все продолжается по новой. Но! Если инфекция стартует с одного вируса, скорость развития размножения одна. Если с 10, скорость размножения в 10 раз выше. Если с 100, длины руки уже моей не хватит, чтобы показать ту скорость размножения, которая будет присутствовать в этом случае. И отсюда зависит, как инкубационный период. То есть, когда накопится достаточное количество вирусов, или пораженных ими клеток, для того, чтобы запустился явный процесс. Есть инкубационный период. от момента заражения до первых клинических проявлений проходит разное время. Если вирусов попало мало, это время может продолжаться несколько дней, пока они размножатся до того значения, когда уже организм активно на них отреагирует. Если вирусов попало слишком много. То есть, вы прошлое вышли, на вас покашляли, вдохнули и получили результат. Инкубационный период сокращается. Скорость развития вирусов, а равно количество токсинов, токсических веществ, которые они выделяют, их будет значительно больше. А инфекционный процесс имеет определенное время для своего развития. А именно при первом контакте с новым для вас патогеном иммунная система примерно 5 суток размышляет над тем, как выработать защиту. Если инкубационный период у вас был двое суток, то болезнь будет продолжаться трое суток. После чего надежный иммунитет закрыл инфекцию, поставил птичку, инфекция знакома и вы выздоровели. А если инкубационный период продолжается 3-4-5-6 часов. До 5 суток вас гореть и гореть. Вирусом размножаться, а вы будете реагировать в ваш организм нормальная защитная реакция повышения температуры, чтобы вирусы уничтожить. Здесь возникают свои нюансы и степень опасности инфекции для вас лично. Поэтому есть разные способы, как уменьшить количество вирусов, которые попадают в органы дыхания. А заодно бактерии и другие различные патогены, о которых я говорил уже в своих видео на этом канале. И самый простой способ это банальная маска. Она должна закрывать полностью все лицо и плотно прилегать к нему. Чтобы вы дышали не воздухом, который проходит под маску с краем и попадает в органы дыхания. А дышали сквозь маску. В этом случае можете, конечно, дышать через рот. Лучше через нос. Так в еще большей степени будет фильтрация воздуха происходить. И пока вы дышите через маску правильно, патогены накапливаются на ее наружной поверхности. Часа через три-четыре их становится там слишком много. И уже маска служит источником инфекции сама по себе. Поэтому каждые три-четыре часа вы просто меняете маску на более свежую. Можете сделать ватно-марливую повязку из шести-восьми слоев марли. Которую вы носите точно так же примерно три-четыре часа. И меняете на более свежую. А эту постирали, обработали утюгом. И она вновь готова к использованию, к защите вашего организма. Но! Маска не единственный способ защитить ваш организм от избытка вирусов и бактерий, которые могут попасть в ваш организм. А какие еще способы есть? Вы узнаете прямо сейчас. Если вам по каким-то причинам неудобно носить маску, чтобы не заболеть гриппом, есть еще один менее демонстративный способ как не заболеть гриппом осенью, зимой, весной. Для этого вы в преддверии носа наносите жирный крем либо жирную мазь. Ключевое слово жирный. Жир обладает определенной вязкостью. Когда мимо проходит воздух. В котором по умолчанию находятся бактерии, вирусы, споры, пыльца. Как в свободном виде, так и на частицах слюны, слизи, пылевых частицах, частицах гари, копоти в крупных городах. Механически будут прилипать. И меньшее количество попадает в органы дыхания. Соответственно, если какие-то вирусы и проникнут в ваш организм, будет более продолжительным инкубационный период и меньше вероятность осложнений. С чем я рассказал уже в начале видео. Прослушайте. Там более подробно объяснено, почему так происходит. Но! Конечно же, кроме слова жирный, есть еще слово антибактериальный. Или антивирусный. И такие мази могут быть. Но! Они есть. Их можно сделать даже в домашних условиях. Но! Еще одно слово. Еще очень важное. Они должны раздражать. Мазь наносится не на секунды. Не на минуты. А на часы. А учитывая продолжительность эпидемического периода. Чаще всего начинается осенью, а заканчивается весной. Основной поток больных. То на это средство должно такой же период времени не раздражать и слизистую полость носа, и слизистую верхней губы. Потому, как часто используют великолепные средства. Берется топленое свиное сало или говяжий жир. И смешивается с измельченным чесноком. И эта кашица наносится в преддверии носа. Через десятки минут у чувствительных. И через часы у людей с малочувствительной слизистой. Возникает раздражение. И действие этого снадобья заканчивается. А вирусы и бактерии продолжают проникать в ваш организм. И могут вызвать заболевание. Поэтому этот способ он конечно же интересен. Но есть еще более интересный способ. Как не заболеть гриппом. Или если заболеете, чтобы пройти грипп с минимальным количеством осложнений. Его не видит никто. Но о нем вы знаете. И что нужно делать вы узнаете. Прямо сейчас. Еще одна возможность как не заболеть гриппом. Либо как не заболеть простудой. Осенью, зимой, весной. Заложена в работе вашей печени. Хорошая работа печени. Обеспечивает поставку всего необходимого. Для выработки секреторного иммуноглобулина А. Который вырабатывается на всех слизистых. Если вас интересует как не заболеть гриппом. То вас интересует слизистая полости носа и верхних дыхательных путей. Секреторный иммуноглобулин А. Это часть не специфической защиты. Не специфической иммунной системы вашего организма. Что я имею в виду. Этому иммуноглобулину без разницы. То ли бактерия оказалась в ее поле зрения. То ли вирус. Он их нейтрализует. И активность этой инфекции не проявляется. Иными словами. Даже находясь вблизи от источника инфекции. Вы можете не заболеть. Это я бы сказал предпоследний эшелон защиты вашего организма. А вот последний эшелон защиты. Который нужно знать и правильно использовать. Для того чтобы вирусная инфекция не развилась в вашем организме. И вы реально не заболели гриппом. Вы узнаете. Прямо сейчас. Чтобы улучшить работу печени. И обеспечить активную выработку секреторного иммуноглобулина А. Нужно знать как правильно питаться. Что такое режим. Рацион питания. И такие видео в принципе в интернете есть. Вы их можете найти. Как правильно питаться в разных ситуациях. Но. Эти знания не на йоту не улучшат ваш уровень здоровья. Пока вы не начнете их применять на практике. Если вы вносите коррективы в свою систему питания. То для вас приобретает значение еще один важный фактор. Как не заболеть гриппом. Как не заболеть простудой. А именно. Как правильно пить воду. Сколько правильно пить воды. Какую правильно пить воду. И вот такие видео в скорости на этом канале появятся. Потому как иммуноглобулин А работает не сам по себе. А в составе достаточного количества жидкой слизи. Которая зависит от разных особенностей употребления воды. И если вы не больны. То правильно употребляя воду. Вы обеспечиваете активность второго по мощности фильтра. А именно почек. Почки лучше очищают кровь. Если заболевание возникнет. То на более высоком уровне здоровья. Соответственно вероятность осложнений для вас будет минимальна. И такие видео в скорости на этом канале появятся. Те кто торопится. Есть вариант быстрой помощи. Книжка. Что делать если у вас есть печень и почки. Или секреты здоровья. В ней описаны основные особенности. Как правильно питаться. Как правильно пить воду. В каких соотношениях. Количественно и качественно. Которые могут помочь вам лучше подготовиться к сезону гриппа и простуд. А в случае если вы заболеете с минимальными осложнениями. Но если вы многое делаете правильно. Вероятность заболеть гриппом. Либо заболеть простудой. Для вас снижается к нулю. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете какую оценку поставить на это видео. Кому отправить ее ссылочку на это видео. В следующем видео я напишу очень важную информацию. Наиболее распространенные ложные способы. Как не заболеть гриппом. Либо как не заболеть простудой. Применяя которые. Вы не просто рискуете своим здоровьем. Но риска сокращаете продолжительность жизни. Не все средства и методы профилактики гриппа и простуд. Одинаково безопасны. Об одном из них. Ложном пути предотвращения заболевания. Я уже в этом видео рассказал. О других расскажу в следующем видео на моем канале. Не забудьте на него подписаться. Чтобы вы не пропустили эту важную для вас информацию. До новых встреч на моих каналах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok